Здравствуйте. 6 февраля в Москве президент Российской Федерации торжественно вручал премии в области науки и инновации для молодых ученых за минувший 19 год. Одна из таких премий пришла в Нижний. Это очень большая гордость для нашего города. Это очень большая надежда для всех, на кого впоследствии эта премия должна будет сработать. У меня сегодня чудесная героиня Марина Шерманова. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас очень серьезное и длинное представление, но мы все-таки соблюдем формальности. Кандидат биологических наук – это понятно. Заместитель директора по науке Научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий нашего Приволжского исследовательского медицинского университета, который сейчас принято называть ПИМО, раньше это была медакадемия, когда-то это был мединститут. Я вас искренне поздравляю. И вопрос, наверное, от огромного количества, в том числе и наших зрителей, вот эта премия, которая связана, если не с прорывом, то как минимум с серьезным шагом в лечении онкологических заболеваний. Можно попробовать как-то предельно понятным для обывателя языком сказать, в чем ее суть? В чем суть работы, точнее, которая была премирована? Я бы сказала так, что это пока не прорыв в лечении онкологических заболеваний, а прорыв в исследовании и в развитии новых подходов к изучению рака. Потому что очень большое количество исследований во всем мире посвящено онкологии. Мы знаем, это большая проблема. И в основном эти исследования выполняются либо на клеточных культурах, либо на изолированных молекулах или генах, выделенных из опухолей. Мы постарались взглянуть на опухоль как на целое и наблюдать ее в организме живого животного, что называется инвива. И это оказалось очень важно и информативно, потому что ни одна модель не отражает всех свойств реальной опухоли. И те знания, которые мы получили об этой опухоли, наблюдая ее в живом организме, они не сопоставимы с тем, что мы видим в отдельных клетках или на уровне молеку. Говорит, обыватель, когда берется биопсия, она все равно уже, так сказать, отделена от организма. А это именно в процессе жизни, в данном случае, лабораторных животных и с приметкой на живого человека, который нуждается в излечении. Ну, получается, что да. Я хотела предложить еще раз, для меня точно с удовольствием, посмотреть кадры с этого вручения в Москве, в очень реально торжественной обстановке. Были и вы, и большое количество блестящих, совершенно светло-головушек ваших коллег. Все происходило на таком крайне серьезном уровне. Посмотрим, что будет дальше. Бывают ситуации, когда после премии случается некоторая затиша, потому что там начинается уже, ну, как сказать, непосредственная работа, какие-то серьезные вложения, серьезные деньги. Но, тем не менее, вот этот процесс, и еще просто отдельно даже я, наверное, сейчас умолкну, потому что те слова, которые вы сказали в ответ, они тоже, ну, мне показались очень важными. Хочу выразить огромную признательность и благодарность за высокую оценку результатов нашей работы. Сегодня у нас праздник. И это праздник, это историческое событие в истории не только Приволжского исследовательского медицинского университета, где проводились наши исследования, но и всего Нижегородского региона. Нижегородские ученые уже известны своими достижениями в области оптической когерентной томографии, ее внедрением в клинику. Продолжая традиции, мы расширили спектр оптических методов и показали возможности новых инструментов и технологий в изучении биологических особенностей рака. Мы буквально научились видеть, как функционирует опухоль. Как это врага нужно знать в лицо. Я не могу не спросить о той огромной команде людей, которая в вашем лице получила вот эту большую общую премию. Я слышала дословный отзыв, что как минимум три очень серьезных научных, как бы структуры научных заведений вместе работали над этой проблемой. Это далеко не только врачи-физики, лазерщики, биологи и так далее. Расскажите о них. Конечно, это работа большой команды. В первую очередь, это наша лаборатория флуоресцентного биоимиджинга в НИИ, экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий в ПИМУ. Мы сотрудничаем с Институтом прикладной физики, особенно в самом начале этих исследований. То есть вот и фановские физики, они с вами как раз... Да, да, вот в приборной части этих исследований. Мы много сотрудничали с Институтом биоорганической химии, РАН. Мы начинали с мегагранта под руководством Лукьянова Сергея Анатольевича, академика и ныне ректора Второго медуниверситета в Москве. Это был большой проект, который касался внедрения флуоресцентных белков, исследования их свойств и применимости к изучению, в том числе, онкологических процессов. Это дало толчок вообще развитию лаборатории, потом институт и переросло в более серьезные исследования и другие проекты. И, конечно, большая заслуга здесь и моих коллег из нашего института, и аспирантов, и студентов, которые приходят к нам из ПИМУ, из ННГУ имени Лобачевского. Большая группа людей, которые принимали и до сих пор принимают участие. Вы знаете, это, конечно, удивительное счастье заниматься тем, в чем твоя голова варится много лет. Ну, так называемые ученые-теоретики, ученые-кабинетные, они же должны быть обожаемы и обласканы государством, потому что, ну, не можете, допустим, там, вот ваши мужчины-коллеги пойти подрабатывать таксистами, не можете вы подрабатывать, я не знаю, там, репетитором по биологии, то есть вы должны с 24 часов в сутки 8 спать, остальные 16 работать. Поэтому я, может быть, простовато спрошу, дилетантски, а вы уж скажите, как есть, мы здесь все равно вдвоем. Есть ощущение, что вас любят, ценят, и все проблемы, которые не связаны с вашей непосредственной работой, берут на себя? Ну, конечно, без поддержки руководства, института, вуза, государства, фондов, которые сейчас дают нам проекты, эта работа была бы немыслима. Вот, это всегда такая поддержка, всегда залог возможности проведения. У нас, благодаря грантам, опять же, появился очень большой арсенал оборудования, в том числе оригинального, специально созданного под наши задачи, с учетом результатов текущих в этих исследованиях. Вот сам по себе размер премии, вот этой вот, составляет 2,5 миллиона рублей. Вроде бы сумма большая, а переводишь ее, допустим, в валюту, наверняка у вас очень многое закупается у коллег, что-то приходит с запада. И на охват всей команды понимаешь, что, в принципе, не такая уж и большая. Есть какое-то коллегиально вынесенное решение, на что будет потрачена эта денежка? Или, может быть, справедливо просто порадовать себя? Я сразу должна вас немножечко поправить, потому что с этого года размер премии не 2,5, а 5 миллионов рублей. Прекрасно. У меня, значит, устаревшая информация, но, каюсь, брала с официальных источников. До прошлого года это было 2,5. Пока мы еще не обсуждали вопрос, как будут потрачены эти деньги, но я думаю, что это должен быть обязательно компромисс. Ну, просто, как показывает практика, на любого призера всегда находится огромное количество благотворительных фондов и так далее, которые мгновенно найдут на вас выходы и скажут, ну, поделитесь, дело-то божеское. Если быть слишком добрым, все разойдется. Я желаю вам очень мудро подойти к этой трате. И тогда финальный вопрос. А, пожалуй, что и с преимуществом первого? Когда? Да. Потому что, вот я процитирую губернатора области, да, он, поздравляя вас, очень уважительно, с огромным пиететом, отметил, что вот результаты работы могут внедряться в клиническую практику. Как правило, от исследования до выхода препарата на рынок проходит много времени. По вашим прикидкам, вот таким самым скромным, сколько это может занять? Я боюсь делать прогнозы, потому что все-таки рак, онкология – это очень сложные заболевания. И чем больше мы изучаем, тем больше мы знаем об этом. Тем больше вы зарываетесь. Тем больше мы зарываемся и понимаем, насколько это сложный объект и сложный процесс. Какие-то из наших методик, которые касаются применения контрастных агентов, флуоресцентных белков, генетически кодируемых и так далее, я думаю, что это пока, вот на ближайшие десятилетия, это чисто исследовательские инструменты. Они дают полезную информацию, но это для фундаментальных задач. Но какие-то методики, прежде всего, которые не требуют введения дополнительных веществ, а используют свечение, флуоресценцию собственных компонентов, они достаточно быстро могут перейти в клинику. Но тогда мне остается лишь пожелать, чтобы каждый занимался своим делом с предельной отдачей. Вы своим, те, от кого зависит как можно более скорая, при этом качественная и без проскакивания нужных ступеней введение вот этого действительно в клинике, пусть занимаются своим. И дай бог совместные усилия дадут результат. Огромное вам спасибо. Еще раз поздравляю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok